Продолжение следует... Их запечатлел кинооператор Брянского фронта Венирович. В 1942 и в 1943 годах он дважды побывал в районе действий южной группировки брянских партизан. В этих лесах, между Навлей, Сузенкой, Крупчевском, в разгар народной войны с немецко-фашистскими захватчиками действовали свыше 50 тысяч неустрашимых патриотов. А были еще на Брянщине и такие обширные, неприступные для врага партизанские зоны, как Клепнянская, Дядьковская, Жуковская. Редкое мирное утро в лагере отряда Филиппа Стрельца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь выпускается очередной номер партизанской правды. Редактор Коротков спешит сдать в набор последний материал. Комиссар объединенных отрядов Бондаренко и представитель обкома партии Олешинский, первые читатели газеты. Коротка передышка. Брыжье. Редактор Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Привет из отрядов в походе, в привычном походе, навстречу много раз изведанным лишениям, дядокам, боям. Партизанский лесной дом на этот раз поручен охранять первому женскому взводу. Это комсомолки из рабочего поселка Олтухова. Окончив перед самой войной школу, они всем выпуском поступили в этот университет в мести, который навязал советским людям враг. Девушки учатся прежде всего без промаха стрелять. Так. Так, чтобы ни одной пули не было врага. Партизанский гарнизон не принял боя и разбежался. Партизанский отряд за власть Совета вступает в село Подгородная Слобода. Здравствуйте, родимые. Угощайтесь, чем богат. Перекур. Рано парень махорку изводить на доме. Видишь, она на вес золота. Каждому только по затяжке. Хорошо с вами, девушки, то нельзя засиживаться. Снова в строй. До свидания, сыночки. Возьмите на дорогу. Берите. Главное, близко идти. Нелегко придется. Адрит ушел. А деревня остается партизанской. Захватчивые врага оружие получает народная самооборона. Отныне здесь, в дуе врага, еще один участок малой советской земли. Она неразрывно связана с большой землей. Партизанский край живет тем же, что и советский пыль. В поселке Кокоревка идет подписка на военный заем. Учительница Лена Морозова, уполномоченная Суземского подпольного райкома партии. Столько есть наличными. Пусть эти рубли станут свинцом и сталью на погибель врага. Обучаются партизанской пополнении. Надо овладеть доставленными за линию фронта новым оружием. И не прекращаются полевые работы. Как и прежде, колхозом вместе, только вместе. Надо выстоять на зло всем смертям и бедам. Надо кормить своих защитников. И они кормили. Крестьяне села Днилева Снаряжают обоз партизанам. Для лесного госпитала. Ранен. Как без зерна, что дорого. Последним из закона. Спасибо, товарищи. Спасибо, родные русские люди. Говорится Петер Трукчевского подпольного райкома партии «Бурляев». Вашей поддержкой миссии у них. Петер Трукчевского подпольного района «Бурляев»